Добрый вечер в столице России, Москве, 20 часов 6 минут, как обычно по четвергам, в эфире программа Искусство Возможного, радио Финам ФМ, частота 99,6. Согласно опросу Левада Центра, опубликованному 26 ноября, 78% граждан России считают, что у нашей страны есть враги, и только 13% считают, что никаких врагов у России нет. В 1989 году, для сравнения по данным тех же социологических опросов, в существование врагов России верили только 14% россиян, а 65% россиян были убеждены, что врагов у Российской Федерации нет. Почему наши граждане изменили свою позицию, вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно в студии Роман Бубаян, и говорить на эту тему я буду сегодня с нашими гостями, которые уже находятся в студии. Я их сейчас представлю. Это Леонид Иванович Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Добрый вечер. Добрый. И Леонид Яковлевич Гозман, президент Всероссийского общественного движения «Союз правых сил». Добрый вечер. Добрый вечер. Леонид Яковлевич. Добрый вечер. Сразу же хочу напомнить телефон, по которому любой может позвонить в нашу студию и задать вопрос мне или нашим гостям. Это 651099,6, код города Москвы 495. А также хочу запустить смс-голосование. Вопрос я сформулирую следующим образом. Считаете ли вы, что у России сегодня действительно есть враги? Причем под словом «враги» я подразумеваю врагов и внешних, и внутренних. Если вы считаете, что враги у России и у российского государства есть, то нужно отправить букву «А» на короткий номер 5533. Если вы считаете, что врагов у России нет, то букву «Б» на тот же самый номер 5533. Итак, мы начинаем. Леонид Яковлевич, ну с вас начну. Ну давайте. Как с врага. Нет. Нет, ну вы же знаете, как я хорошо к вам отношусь. Это еще в будущем. Это еще в будущем. Нет, ну на самом деле, вот я хочу просто понять, что такое произошло, как вы считаете, почему россияне изменили свою позицию? Всего за 20 с небольшим лет, да, с 13% до 78. Это просто гигантский разрыв, и вот что произошло, почему мы так стали считать? Ну, в течение 20 лет ведется абсолютно идиотическое по содержанию и очень эффективная пропаганда, которая рассказывает о том, что мы окружены врагами, что все наши неприятности связаны с тем, что кто-то, значит, нам вредит. Ну, лихие 90-е, монголо-татарская ига, госдепартамент Соединенных Штатов Америки, еще что-нибудь и так далее, и так далее. Вот. Просто, ну, людям, людям дурит голову, и дурит голову достаточно успешно. Я вам хочу сказать, что сама по себе цифра, она, конечно, неприятна, но, с другой стороны, значительный процент наших сограждан верит в привидения, например, верит в сглаз, верит в гороскопы, посмотрите брачные объявления, это можно вообще умереть со смеху, что там только не пишут, в смысле, какие параметры выдвигаются, всякие маги, колдуны и прочий бред. И на этом фоне, конечно, о чем не верится во всемирный заговор против Святой Руси. Я думаю, что, вот если уж мое мнение, да, я думаю, что врагов в России нет. Но я, правда, также и думаю, что и друзей в России нет. И я думаю, что это не потому, что кровавый речекистский режим или Путин плохой, а потому, что у государств не может быть ни врагов, ни друзей. Вообще, по определению. Ну, хорошо, ладно, давайте не друзей и враги. Давайте так, партнеры или потенциальные противники, ну, как можно назвать? Ну, потенциальные противники. Послушайте, ну, давайте посмотрим, есть такая замечательная страна, Германия, с которой у нас, пожалуй, из всех европейских стран самые лучшие отношения, да. Ну, вряд ли надо напоминать гражданам нашей страны, какие две страшных войны с Германией, особенно последняя у нас была. И у нас некоторое время, довольно долго, дети не хотели учить немецкий язык, поскольку это язык фашистов, да. Ну, ничего, как-то вот это изменилось. И самое распространенное выражение было Гитлер-Капот. Да, Гитлер-Капот, да. И Хэнде-Хок, мы знали. Хэнде-Хок, да. Хэнде-Хок, да. Хэнде-Хок и так далее, да. Шнэр-шнэр. Франция, с которой, ну, вообще, тишь гладь Божья благодать, но, между прочим, единственный этот самый завоеватель, который, ну, в такое, в новое время, который смог переночевать в Кремле, это император французов Наполеон, да. Лучше бы не делал этого. Ну, это другой вопрос. Это другой вопрос. То есть, понимаете, это меняется очень сильно. Это очень сильно меняется. С разными странами бывают разные отношения. Хорошо, Леонид, вот секунду. Вы сказали, что 20 лет там занимаются пропагандой. Кто занимается этой пропагандой? Пропагандой занимается Кремль. Кремль. Все 20 лет. Ну, я думаю, что активно эта пропаганда пошла в последние 13 лет. Реально, да. Вот, но списывать на врагов и на их козни свои неприятности, это вообще дело хорошее. Это дело приятное и легкое, понимаете. Иначе ты должен сказать, что ты сам во всем виноват, да. То есть, ты живешь плохо, потому что плохо работаешь. Например, вот смотрите, допустим. Нет, ну это очень удобно, я понимаю, да. Смотрите, есть такой у нас враг, и тут согласится 90% населения, а может и больше, Соединенные Штаты. Они спят и видят, как расчленить нашу Родину. Правда, когда спрашиваешь, на кой дьявол им это надо, эта головная боль, этот геморрой с расчленением ядерной державы, никто ответить не может. Ну, хорошо. Есть такой враг, Соединенные Штаты Америки. И мы живем плохо, потому что они нам вредят, да. Но если вы посмотрите на абсолютно нейтральные данные по производительности труда, то окажется, что наша производительность труда в три с половиной раза ниже американской, да. Ну, может быть, мы поэтому плохо живем. Но тогда надо себя обвинять. Надо смотреть, а почему у нас так получается? Все, я понял. Я понял. Небольшое уточнение. Значит, если 20 лет мы занимаемся, ну, Кремль занимается пропагандой, значит, я правильно понимаю, что этой же самой пропагандой занимался в том числе, допустим, и Егор Гайдар, соратником которого вы, собственно, являетесь. Потому что он тоже был у нас представителем властей России и попадает в эти 20 лет как раз. Знаете, Роман, я совсем недавно, совсем недавно, я видел митинг, где требовали отправить в отставку правительство Гайдара. Гайдар Малтин... Совсем недавно? Совсем недавно. Совсем недавно. Люди не заметили, что Гайдар не только скончался 4 года назад. Куда это Лениненко же ходит, интересно? Хочу вам напомнить, что Егор Тимуревич Гайдар был отправлен в отставку с поста исполняющего обязанности представителя правительства Российской Федерации 15 декабря 92-го года. Прошел 21 лет. Все, я понял. То есть он за скобками живет. За скобками. Леонид Иванович, теперь вы, как вы считаете, у нас действительно нет никаких врагов, потенциальных соперников, что действительно вся проблема только не посредством врагов. Роман, простите, у нас соперники совершенно разные. Хорошо, потенциальных противников, простите, Леонид Иванович. Вот Леонид Иванович сказал, очень... Потенциальные противники все страны. Все, да. Я его внимательно послушал. Вот он говорит, у нас нет ни врагов, ни друзей. У нас что, вакуум? Мы же не можем в вакууме жить? У нас есть соседи. А, соседи. У нас только соседи. Но он очень правильно сказал, что, конечно, средства массовой информации влияют и формируют, и образы, и друга, и врага. Но вот мы за последние несколько дней раза три встречались с Леонидом в эфирах компаний, средств массовой информации, которые государственные или негосударственные. Вот сейчас, по-моему, частная, наверное, ваша частная же компания. Да. И везде Леонида Яковлевич приглашают. Я вот только что ему рассказывал, как я смотрел вчера на политике, на государственном канале, на первом канале. Поэтому говорить о том, что вот только государство. Вот меня, например, редко когда приглашают. Ну, вот Госмана я вижу очень часто. Поэтому тут несколько... Это проплачено Госдепу. Это проплачено Госдепу. Он немножечко тут покривил душой. Конечно, формирует. Конечно, у нас сейчас средства массовой информации влияют и очень активно на человека, особенно ящик. Но при этом, наконец-то, последние, ну, думаю, 10 лет, конечно, не 24 года, 23 года, а 10 лет пришло осознание о том, что вот это заклинание, которое мы все время твердили, партнеры, партнеры, друзья наши западные, оно в реальной политике выразилось в ноль, а то и в минус, который получила Россия. И это начал осознавать рядовой обыватель. Да, просто обычный человек. Это не только военная политика, где там грозят вот прямо пальчиком, но и примеры, которые, в общем-то, видят перед собой, начиная от того, что осталось от Югославии, Крохи, все это дело разобрали, да, или там Афганистан, или Иран с его там возможным бактериологическим оружием, или там Ливия недавно. Это, я говорю, там уж совсем в крайних случаях, но они ведь происходят, и совсем под боком у нас. Поэтому и государство осознает определенные опасности, и человек осознает эти же опасности, когда он видит, что у него, конечно, полки сегодня полны, но они наполнены в основном продуктами иностранного содержания, медикаментами иностранного содержания. Вроде бы хорошо, да, но купить порой и чаще всего на ту зарплату или пенсию, это невозможно. Поэтому вот эта эйфория 90-х годов, что мы сейчас сразу приобретем друзей, вы очень правильно сказали, Роман, о партнерах. Вот я всегда умиляюсь, когда наши, особенно пришедшие в Государственную Думу политики, из исполнительной власти, они все время как заклинание, как мантру, опять же, твердят партнеры, имея в виду США или Западную, или Евросоюз, партнеры, партнеры. И в этой связи я набрался один раз наглости и рассказал с трибуны Государственной Думы анекдот за эту тему. И вот этот анекдот очень хорошо отражает вот этот опрос. Значит, он звучит так. Собрались волки на охоту, пошли на охоту и поймали зайца. Говорят, слушай, зайц, мы тебя сейчас съедим. Он говорит, не ешьте меня, пожалуйста, я вас наведу на отару овец. Да, наведешь, давай. Но он их наводит на эту отару овец. Они, значит, давай там рубить эту отару овец. И под горячую руку нечаянные зайца зарубили. И, значит, сидят сытые, довольные. Волки говорят, слушай, надо бы зайца-то похоронить, останки, все-таки он же нас навел на отару. Мы похоронили, холмик, значит, табличку, как положено. Давай, а что напишем? Здесь похоронен наш кто? Друг? Заяц? Не, ну другом он нам не был никогда. Давай, не будем, да, слишком откровенно. Давай наш враг, Заяц, напишем. Да и врагом вроде не был, навел на отару овец. И единодушно постановили и написали, здесь похоронен наш партнер, Заяц. Ага. Вот это, мне кажется... Ни друг, ни враг, да, и не пойми что, да. Получается, да. А как вам вот все-таки вот это мнение? У нас две с половиной минуты до этого самого, до ухода на рекламу. Мнение такое, вот оно достаточно распространенное. Леонид Яковлевич только что буквально его тоже озвучил, повторил, что государству выгодно использовать образ внешнего врага, и оно постоянно этим занимается. Проще управлять народом, который боится или не любит кого-то из них. Тогда внутри страны с ним можно делать все, что угодно. В каких-то странах это активно используется. Что касается, еще раз говорю, нашей страны, я считаю, что здесь больше все-таки реалий. Потому что эти реалии осознали даже те же самые политики, которые присутствовали в 90-е годы. Тут сегодняшний Путин, он ведь не вырос из коммунистов прошлого или из либерал-демократов в чистом виде. Он присутствовал в политике у Собчака в 90-е годы. Он видел... Он видел, как разворачивались все эти процессы. Они шли все время навстречу. И вдруг оказалось, что военный блок у наших вдруг границ. Значит, ракета у наших границ, даже договор об обычных вооружениях, чтобы вы понимали, мы, предложив адаптированный договор об обычных вооружениях, Европа его отвергла, сначала согласившись. И сегодня мы имели сначала паритет, сегодня в 4 раза мы проигрываем, если уж говорить даже об обычных вооружениях. Но это специальная тема, поэтому этот образ врага как раз, мне кажется, не поддерживается вот так вот впрямую, что нас тут собираются прямо расчленить. Это больше крайние точки зрения, крайних политиков. Конечно, никто сегодня не попрет на Россию с его ядерным оружием, но при этом Россия все равно должна быть бдительной, содержать хотя бы ядерное оружие в нормальном состоянии, для того, чтобы никто не попытался эти зубы... А нас уже эти зубы сколько раз попытались точить. Это же реальность. Мы же не можем сидеть и думать, вот мы тут ни для кого не интересны. Я понял. Давайте послушаем звонок нашего слушателя. Магомед, добрый вечер, мы вас слушаем. И после этого на рекламу уйдем, продолжим после рекламы. Да-да-да, слушай, добрый вечер. Господа из Союза правых сил, хотел напомнить, что именно с чего началась Ливия, Ирак и так далее. Вот очень замечательно озвучили поиск внешних врагов. Вот это более характерно как раз Америке. А по поводу наличия и отсутствия врагов, ну тут как раз вот анекдот про Зайцев очень подходит. И это видят не только кремли, но и простые люди. И более того, я уверен, мое мнение такое, что слишком мало идет агитации. А, даже мало идет. Даже мало, да? Ага. Да, я считаю, что слишком мало, потому что у нас слишком много людей, которые считают, что вот в заграничье все хорошо, там одни друзья и нас там все ждут с распространственным объятиемы. Мы там никому не нужны в виде личности, в виде силы и так далее. Мы нужны как дешевая рабочая сила, как место, куда можно сплавлять там в турсырье, там отходы и так далее. Но весь, в 90-е Россия начала использоваться как могильник для ядерных отходов. Угу. В замечательной истории было. Более того, если кто помнит, была такая гуманитарная помощь в 90-е. Под видом консервов людям присылали кошачий собачий корм. А что там еще было, это, одному богу, уже известно. Вот такие вот истории были на каждом шагу. Понятно, спасибо большое. Да, я помню всю эту историю, когда мы стали получать по гуманитарной, по линии гуманитарной, значит, помощи вот эти вот банки с надписью «Хот Докс», и наши люди тогда не понимали, что это такое. Решили, да, что это вот, да, все вот как-то вот имеет отношение к собачкам. Мы сейчас прервемся на рекламу, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим. Еще раз добрый вечер, это радио Финам ФМ, частота 99,6, в эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян, и сегодня мы говорим, вернее, пытаемся понять, есть ли сегодня на данный момент враги у России, у российского государства, и что из себя представляют эти враги? Роман. Леонид Яковлевич Гозман уже рвется в бой, я просто еще раз представлю наших гостей, которые сейчас находятся в студии, с которыми мы говорим уже на эту тему. Это Леонид Яковлевич Гозман, президент Всероссийского общественного движения «Союз правых сил», и Леонид Иванович Калашников, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию 6510-99-6, код города Москвы 495, а также у нас запущены смс-голосования, и вопросы я сформулировал таким образом. Считаете ли вы, что у России есть враги, внешние или внутренние? Если да, то вы должны отправить букву А на короткий номер 5533, если нет, то, соответственно, на тот же номер, букву Б. Еще один звонок, слушаем, и дальше продолжаем беседу. Андрей, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер, я бы хотел уважаемому господину Госму напомнить, что Путин пришел в политику, в том числе и международную, с идеей прагматизма отношений, да? Вы помните это, я заглянул Путину в глаза, увидел там душу, их вот эта любовь с Бушем, первый звонок, до 2004 года, до 2004 года никакой пропаганды не было, так что это, уважаемый господин Госмун... Были сплошные друзья... Были сплошные друзья, совершенно верно. Что мы получили в ответ? Мы получили в ответ расширение НАТО, мы получили базу границ, мы получили угрозы ПРО и так далее, и так далее, и так далее. И это была естественная реакция любого государственного деятеля, который, ну, в общем, соблюдает интересы. Да, все понятно, спасибо. Это первая секунда. Да, слушаем, слушаем вас, Андрей, да. Насчет врагов и интересов. Я, опять же, с господином Гознаном согласен. Врагов у России нет, разумеется, постоянно. Но как доктрина, да, внешней политики Великобритании, еще времен, викторианской Англии, значит, это нет постоянных врагов и нет постоянных союзников. Есть только постоянный и вечно наш интерес. Так вот, в интересах этих сил, разумеется, это слабая Россия, максимально ослабленная, максимально дезориентированная, максимально зависимая. Ну, можно считать это вражеской позицией, можно считать это прагматической позицией, но территория Северной Евразии, как нашу страну называют некоторые западные политологи, значит, она слишком является важной в структуре экономических отношений, обменов, чтобы ее так просто, можно было допустить ее укрепление самостоятельного и суверенного. Да. Это надо тоже понимать. Да, спасибо большое за ваше мнение. Я расширю сейчас список того, что мы получили. Я действительно, я точно так же помню, как мы очень хорошо относились там ко всему западному и ко всем западным государствам, в том числе, конечно же, в первую очередь их Соединенным Штатам. Мы, когда распался Советский Союз, мы, ну, что только мы не делали, да, мы готовы были сотрудничать с кем угодно, мы говорили, что мы вас уважаем, любим, мы понимаем, что вы не загниваете, ребята. Дошли даже до того, что Бакатин сдал там схему прослушивающих устройств в новом здании американского посольства. И это тоже, в принципе, обществом было воспринято достаточно нормально и спокойно. Получили мы следующее. Леонид Яковлевич, вот специально для вас, я напоминаю, может, вы забыли. Значит, получили мы следующее, они обманули нас, они говорили, что, когда мы распустили Варшавский договор, они говорили, что они не будут расширяться на восток, и они это сделали. Они стали принимать помимо Польши, Венгрии, Чехословакии и других стран восточного блока, они стали принимать в НАТО, то есть чисто в военный блок, стали принимать бывшие республики Советского Союза. Они обманули нас, когда говорили, что договор по ПРО 72-го года это навсегда, но тем не менее они из этого договора вышли. Мы категорически были против, они из этого договора вышли. Более того, они решили развернуть это непосредственно у наших границ, все эти эшелоны ПРО, и мы по-прежнему ведем с ними переговоры, каким-то образом пытаемся эту ситуацию переломить. Дальше, давайте вспомним, что происходит на постсоветском пространстве. Где сегодня нет, допустим, американцев. В Азии они есть? Есть. Что происходило в Грузии, мы с вами прекрасно помним. Мы помним, как американские деньги, американские инструкторы готовили грузинскую армию, в которой, как в свое время говорил министр обороны Грузии Вардекона Добаидзе, было всего два бронетранспортера и один вертолет. Они сделали эту армию, и они закрыли глаза, когда эта армия решила силовым образом решить проблему Южной Осетии и Абхазии, и все закончилось войной с Россией 2008 года. Посмотрите, что происходит на Украине. Это, конечно, вот на данный момент уже. Конечно, здорово, когда речь идет об ассоциации с Евросоюзом, но когда американский посол заявляет о том, что он выражает соболезнение украинскому народу за то, что руководство Украины не подписало договор об ассоциации, у меня возникает вопрос, при чем здесь США. И так далее, и так далее. Может быть, наши люди действительно видят вот это вот все и понимают, что, в принципе, ребята, это напрямую ведется игра против России, против национальных интересов России. Я уже не говорю про Ирак, Югославию, Ливию и то, что происходит в Сирии. Леонид Яковлевич, как считаете? Значит, я считаю вот что. Значит, мы обсуждаем, какие глупые или плохие руководители Соединенных Штатов, или мы все-таки обсуждаем нашу ситуацию. Мне кажется, что, если говорить о их руководстве, мне кажется, что руководители западных стран за эти годы сделали очень много глупостей, очень много ошибок было совершено. Я считаю, например, что разворачивание ПРО в Европе – это предельно опасная история, предельно опасная история, и я вот вряд ли, мало кто это знает, конечно, но в последние годы жизни Гайдар максимально активно использовал свой просто личный авторитет на Западе для того, чтобы останавливать эти программы. И, кстати, кое-чего добился, кое-чего добился. Но дело же не в этом, дело не в том, понимаете, мы отвечаем за своего президента, а не за американского. Мы считаем, что выбираем своего, а американского мы точно не выбираем. Вот когда, ну, кстати, Александр звонил, последний звонок, второй звонок, который вы принимали, говорил насчет расширения НАТО, оно было сделано еще в 90-е годы на самом-то деле, еще в 90-е годы НАТО стало расширяться. Я думаю, что это тоже была ошибка. Но это же не дружественные шаги по отношению к нам. Значит, нельзя, мы, понимаете, при том, что мы очень большие и так далее, мы не являемся пупом земли, или пупом, как надо сказать. В общем, мы не пуп земли. Вот. И есть другие интересы. Понимаете, есть, допустим, Польша, которая всеми силами хотела вступить в НАТО. Есть отношения, есть польские диаспоры, есть там всякое от Польши кое-что там зависит, может, не так много, как от нас, но не очень мало, да. И вступление Польши в НАТО, это не обязательно для того, чтобы сделать нам гадость. Понимаете, вот нельзя вести себя, как озабоченный подросток, который думает, что все, что происходит вокруг, происходит для того, чтобы как-то его унизить или обидеть. Леонид Яковлевич, если они нам говорят, что систему ПРО они разворачивают для того, чтобы защитить Соединенные Штаты от иранских ракет, не существующих в природе, или от ракет Северной Кореи, которые не могут долететь, там, я не знаю, до Южной даже Кореи. Мы должны сделать вид, что мы в это верим, и закрыть глаза. Мы должны с ними спорить, мы должны разговаривать, там и так далее. Я, по-моему, только что сказал, что я считаю развертывание этих ракет ошибкой и неправильным делом, да. Но один вариант это по этому поводу кричать, другой вариант пытаться, и что делают, кстати говоря, наши специалисты, договариваться с американскими специалистами о каких-то параметрах, там, и так далее. Кстати, у них есть свои аргументы, которых просто наша общественность не знает, да. Я знаю эти аргументы, я все равно считаю, что это ошибка. Вот смотрите, звонил только что перед перерывом, звонил Магомед, который сказал, что это замечательная вещь. Он сказал, что вы вспомните, как они нам посылали неправильную гуманитарную помощь, а не нам вторсырье и так далее. Дорогой Магомед, а кто в этом виноват? Не кажется ли вам, что в том, что нам посылают плохую гуманитарную помощь, виновата наше правительство, ну, тогдашнее советское правительство, которое довело страну до такого края, что нам присылали гуманитарную помощь? Это вообще ужас какой-то. Дальше мы говорим, а они нам сюда складывают ядерные отходы, вторсырье, там еще чего-то. Ребята, а наше правительство, оно зачем еще существует? Если оно принимает вторсырье и ядерные отходы, то кто виноват? Тот, кто их к нам сбрасывает или тот, кто их принимает? Слушайте, у людей есть проблемы, надо куда-то девать ядерные отходы. Есть страна, которая говорит, да, ребята, давайте к нам, пожалуйста. Отлично. Ребята, это ваши проблемы, что вы принимаете ядерные отходы, да? То есть это наша ответственность, а не их ответственность. Это не они нам враги, это у нас неправильная власть, это у нас неправильное правительство, безответственное, коррумпированное. Я сейчас говорю не конкретно про это, а про то, которое принимало такие решения, начиная от советского, да? И вот, это наша проблема. А теперь про партнеров. Вот заяц партнер или не партнер, да? Ну, случайно замочили, как-то вот нехорошо получилось, да, перед заяцем неудобно. Мне кажется, ваш анекдот абсолютно неадекватен, честно говоря. Почему? Потому что партнеры это тогда, вот вообще человек может считаться или страна, или там зверь, может считаться партнером в том случае, когда мы вместе решаем какую-то задачу. Вот у нас есть общая задача. Вот что такое вообще Европейский Союз? Европейский Союз, они что, любят друг друга? Да, я вас умоляю, вообще поговорите вы там с французом, вам расскажут, что он думает про немцев, понимаете? А вот что греки говорят про немцев, вообще говорить нечего, да? Тем не менее, это стабильная организация, очень стабильная, и хотя все недовольны, все материаты, все абсолютно, все материаты Брюссель, и говорят, что Брюссель встанет форму огурцов, и ради этого сидят, и ненавидят брюссельскую бюрократию, просто все, да? Все говорят, что цены возросли после введения евро, никто из него почему-то не выходит. А может не выпускают? Да уж, конечно. Есть вариант, что не выпускают. Роман, ну не надо ля-ля, ну что вы, ну слушай, ну как вам не стыдно, ну что вы, вы интеллигентный человек, и вы повторяете в эфире безумную, безумную, неправда, неправда, Роман, вы не спрашиваете, вы знаете, вы знаете, что из Евросоюза выйти ничего не стоит, вы это прекрасно знаете, не надо валять дурака, не надо валять дурака, вот вас не слышно слушателям, вас не видно слушателям, вы покраснели, и правильно сделали, что покраснели. Вот, смотрите, 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 почему Евросоюз держится? Потому что Евросоюз осознал, что есть страны Европы, осознали, что есть задачи, общие для них, для всех, которые легче решать вместе. И поэтому это надежный союз. А не потому, что они любят друг друга, не потому, что они друзья. Сколько было войн между членами Евросоюза. Дикое количество войн прошло, да? А вот сейчас они не будут воевать, потому что они поняли, что общие проблемы важнее. — Леонид Иванович, ну, может быть, действительно все вот так? Может быть, это мы просто сумасшедшие какие-то, если мы вот за этими шагами, которые предпринимают американцы или европейцы, и видим просто какие-то там злые козни, там ужасные планы, далеко идущие по расчленению России? — Ну, здесь вот Леонид Иванович такую общеупотребительную либеральную риторику привел, что да, правители плохие, если они принимают такую гуманитарную помощь, да, или, например, правители плохие, если они захоранивают ядерный отход. Только он забыл сказать, что это как раз было во времена правления ярого либерализма, Ельцина, которого они боготворят до сих пор. — Вот здесь нужно нашим слушателям сказать, что и, наконец, теперь, в последнее время, в последние годы, государство и правители, какие бы они ни были, начали осознавать эти реальные угрозы. Они закрыли, кроме того, что вы сказали, мы закрыли базу в Лорд-Эйсе, например, на Кубе. — Совершенно верно. — Камрани закрыли. — А теперь Америка говорит, зона наших интересов как раз вот в районе Камрани. — Если бы мы не закрыли эту базу или вот этот локатор в Лорд-Эйсе, никакого бы прои не было у нас. Наконец-то мы начали это понимать. А теперь насчет того, о чем только что ввели речь. Вот абсолютно правильная риторика, но абсолютно, когда нас это касается, вдруг она почему-то ставится с ног на голову. Имеется в виду экономические союзы. Стоило только нам начать создавать таможенный союз или евразийскую пространство, так называемое. И Клинтон, еще не уйдя с поста госсекретаря, госпожа говорит, мы не позволим России воссоздать некое подобие советского союза. А никакого подобия даже речи еще не шло. Ни о каком политическом союзе речи не шло. — Но это то же самое, когда мы начинаем... — Решла об обычном экономическом союзе. Так вот я вам к чему это говорю? — Да сейчас Украины, когда мы пытаемся каким-то образом противостоять, что-то такое предпринять, чтобы обезопасить собственные экономические интересы, нас обвиняют в давлении на Украину. — Какой-нибудь сидящий обыватель в Америке, который это говорит, госсекретарь. Значит, эта озабоченность каким-либо нашим усилением, пусть в экономическом смысле, американцев не устраивает. Вот это все передается обычному рядовому человеку, живущему в России. — Вот смотрите, я процитирую сейчас статью в одной из центральных американских газет. Интересная статья. — Какой? — Если бы не Москва, по-моему, New York Times, если я не ошибаюсь, да, по-моему, New York Times. — Любимая газета. — Если бы не Москва, то Эдвард Сноуден предстал бы перед американским судом. Запятая. — Если бы не Москва, в Сирии давно закончилась бы гражданская война. Если бы не Россия, то Иран отказался бы от своей ядерной программы, а Украина и Грузия стали бы процветающими демократиями. — Понимаете, какая история? Кроме журналистов, ведь ровно вот на тех же самых позициях стоят и политики, и депутаты американские, которые, не скрываясь, заявляют о том, что Россия для них является, там, я не знаю, недружественным государством как минимум. И, собственно, они вот со своих позиций и не сворачивают. А как только мы начинаем говорить, что мы кого-то начинаем там воспринимать как потенциального соперника, нас начинают обвинять во всех смертных грехах. Давайте послушаем наших слушателей. Александр, еще один Александр нам звонит. Добрый вечер. Вы в эфире. — Здравствуйте, Роман. — Здравствуйте. — Ну, я вообще-то принципиально поддерживаю, конечно, Гозмана. — Отлично. — Отлично. — Это правильно. — Леонид Якович сказал, что это правильно. — Да. — Спасибо. — Я не знаю, кто враги внешние или внутренние, но позиция близка тем, что, конечно, надо прежде всего искать проблемы не у кого-то. — У себя внутри. У себя внутри. Вначале надо навести порядок в собственной квартире, да? Правильно? И если человек озадачен своим авторитетом внутри, если его правительство внушает доверие внутри, если мир видит, насколько люди адекватно оценивают качество своей внутренней жизни, внешние эффекты, они будут определенно. А то, что Америка преследует свои интересы, ну, так это же не надо быть идиотами. Это понятно. — Это понятно, да? Спасибо большое. — Конечно, Америка должна осознавать свои интересы, и было бы наивно, если бы они это не делали. — Это нормально. Любое государство преследует собственные цели. — Я говорю, вот когда начинают ругать Маквала или еще кого-то, я говорю, а вы что, хотели бы, чтобы посол США работал в интересах России? — Нет, это все здорово, Леонид Иванович. — Это нормально, но плохо, когда мы не осознаем наши, не только внутренние, мы сейчас говорим о внешних или внутренних, мы их не осознаем, замыкаемся или же наивно делаем вид, что ничего наружу не происходит и ничего не надо делать. — Сейчас, секунду, надо что-то делать. Друзья, секунду, давайте продолжим наш спор. — Да. — Леонид, Леонид Иванович, через несколько минут уходим на рекламу, не можем сейчас спорить, да, через несколько минут поскольку... — Я выступаю, об этом говорю, призовите, я вам отвечу. — Я не хочу к ответу, я хочу общее решение. — Еще раз добрый вечер, это радио Финам-ФМ, частота 99,6, в эфире «Искусство возможного», в студии Роман Бабаян и с нашими гостями, с Леонидом Яковлевичем Гозманом, президентом Всероссийского общественного движения «Союз правых сил» и Леонидом Ивановичем Калашниковым, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам. Мы пытаемся понять, обсуждаем тему, есть ли у России сегодня враги, пытаемся понять, есть ли они действительно внешние или враги, внутренние враги. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию, 65 10 99 и 6, и у нас запущено смс-голосование. Если вы считаете, что у России сегодня есть враги, внешние или внутренние, то отправьте букву «А» на короткий номер 5533. Если считаете, что никаких врагов у России нет и может быть проблемы непосредственно у нас самих, то отправьте букву «Б» на тот же самый короткий номер 5533. У нас звонки наших слушателей. Сергей, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, Сергей, да, у вас вопрос к Леониду Яковлевичу, я знаю. Да, у меня к господину Госдуму вопрос. А вот, господин Госдум, вот на ваш взгляд вообще вот в нашей стране вот пятая колонна, она существует? Если существует, то какие? Главный представитель Госдума сидит здесь. И какие интересы там, ну какие это интересы? Ну вот поподробнее, если можно. Леонид Яковлевич, поподробнее и как на духу, пожалуйста. Сергей, я понимаю, она же разоружится перед партией, прямо здесь покаяться в прямом эфире. Можно я останусь сидеть? Вы, по-видимому, имеете в виду, что пятая колонна – это я и те, кто придерживается вот этих же взглядов. Знаете, я даже не буду опровергать это, а я вам хочу сказать только вот что. Нельзя оставаться вот в стилистике мышления 70-летней давности. Я хочу вам напомнить, может быть, вы этого не знаете, что пятая колонна – это был термин, придуманный во время войны, гражданской войны в Испании, когда фалангисты, сторонники генерала Франко, они говорили, что четыре колонны наступают на Мадрид, а еще пятая колонна в Мадриде ждет и восстанет и так далее. Понимаете, это термин гражданской войны. Я хотел бы вам напомнить, что гражданская война закончилась в 1921 году. Вот давайте жить в других терминах. Не обязательно человек, который не… или люди, которые не согласны с вами, они не обязательно готовы придать Отечество за 30 долларов или 30 фунтов и так далее, других серебряных. Вот давайте как-то так вообще успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста, закончилась война. Леонид Иванович, а как вы считаете, у нас есть пятая колонна внутри страны? Ну, Леонид Иванович, конечно, человек не глупый и понимает, что в стране всегда есть разные мнения, течения и как бы ты их ни называл колонны или это та или иная партия и ее последователи. Они всегда в любом обществе, не только в 1939 году в Испании, они существовали и в Древней Руси, и во времена Николая Второго перед революцией. Враги у государства российского были и внутри, в виде только тогда большевиков, ну и меньшевиков, кстати говоря, демократов, кстати говоря, которые сегодня половина Европы правят. Так вот, нынешнее общество, любое, в том числе и российское, имеет тоже людей с разными взглядами. Они могут, конечно, это не значит, что они готовы за третий серебряников предать, как я сказал. Разные взгляда и враги, это разные вещи, согласитесь. Я отмечил твое замечание, что готов предать свою родину. Конечно, я не имею в виду, это чистые предатели, но они есть тоже, их очень мало. А речь идет о политических течениях, о людях, исповедующих эти ценности, которые они, может быть, искренне считают правильными, но которые на самом деле, в силу того, что эти идеи пришли к нам с Запада, они исторически к этому Западу тяготеют. Вот в этом смысле, я считаю, этих людей для нынешней патриотической риторики или для нынешнего внутреннего развития России не очень уместными и правильными, тем более, что 90-е годы показали, что это, к сожалению, именно так. Они были у власти, они исповедовали эти принципы, они шли навстречу Западу и потерпели полный крах, потому что, к сожалению, мы действительно ничего с Запада, ни технологии в то время мы не получили, кроме этой гуманитарной помощи. Мы отдавали все, что только было можно, вплоть до нашего оружия, и в то же время получили вот такие замыслы, которые вдруг оказались, что они не совпадают с нашими интересами геополитических. Это раз. Во-вторых, мы не Польша, мы же Россия ядерная держава, и мы прекрасно понимаем, в чем тут суть. И слава богу, Третья мировая война не состоялась как раз из-за того, что этот баланс существовал в мире. Ну почему этот баланс так вероломно нарушается сегодня с теми же западными странами? Когда вот вы говорите о противоракетной обороне, да, и вот Леонид Яковлевич говорит, что я не поддерживаю, я не поддерживаю. Этому же надо противостоять. Обязательно. Конечно. А что же было? Вы же многие не помнят из слушателей. Я просто недавно случайно услышал от одного из экспертов, как осуществлялась противоракетная оборона. Откуда она вообще возникла? 50 лет назад, уже теперь больше, полетел космонавт первый в космос, наш Гагарин. Но и первая противоракета была изобретена именно 50 лет назад, и именно в СССР. Именно для того, чтобы хоть как-то противостоять США, потому что у США было много больших ракет, а у нас их было мало. Ну, потому что они первые изобрели. И вот мы и начали эти противоракеты, чтобы сбивать, если вдруг что-то там, не дай бог, да. Так как только мы нарастили количество больших ракет до уровня Америки, Америка сразу же нам предложила и сказала, давайте-ка тогда увяжем противоракеты, и вот будем развивать это вместе, чтобы у нас было одинаково и у вас было, и тех, и других. А теперь, как только Россия ослабла, они выходят из этого договора и говорят, Ирак, Ферн Корея, ну, на дурачка рассчитано должно быть, но не на политического же деятеля, любого уровня, который, конечно, должен сказать, вы что, мы что, идиоты? Мы что, только сегодня родились в 90-е годы, это же было уже в СССР, где вы были действительно врагами. И вы тогда не стали этого осуществлять, соблюдая паритет. А теперь, вы говорите, мы партнеры, и вероломно нарушаете этот план. Да, давайте жить дружно, но при этом, да, но при этом наращивать и вооружение, да, как странно все это. Теперь сегодня тактические ядерные ракеты, наших тактических ядерных ракет нет нигде, тактических. Да-да-да, я понимаю. А у Америки есть, они их оставили в Европе, они их оставили в Корее, на Юго-Восточной Азии. Что же они такие, вдруг, миролюбивые, держат ядерное оружие свое? Я понял, Леонид Иванович, а вот все-таки к внутренним, если врагам так называемым, да, или же не согласны, возвращаемся. Как вы считаете? Не-не-не, да нет, Леонид Иванович, все хорошо. Я просто хочу что спросить. Вот смотрите, вы говорите, что это нормально, когда есть люди, допустим, не согласные, да, там, с чем-то, с какими-то процессами, которые происходят в стране, разворачиваются в стране, не согласны с позицией власти, это нормально. Согласен, это нормально, действительно, то есть оппозиция, это нормально. Что у людей могут быть разные точки зрения. Ну, как вы считаете, вот, можно считать, допустим, нормальным точку зрения какого-либо там человека, который говорит о том, что, ну, вот, если завтра там страна потеряет какие-либо свои территории, это хорошо и ничего страшного в этом нет. Вот это вот, это вот можно считать просто обычным несогласием или обычной точкой зрения какой-то частной. Я бы считал это заблуждением какого-то человека, который не понимает, о чем он говорит, да, вот я смотрел на Майдан, и там спрашивает журналист у него, а вы знаете, что визы-то не выдают? Да, 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 я помню этот сюжет, да. Вот если этот человек говорит, недопонимая проблему, да, тогда... Это одно. Это одно. Ну, когда политик, который говорит, или журналист, о котором так недавно обсуждали, да... И тогда как можно назвать такого человека? Тогда можно считать это действительно предательством национальных интересов. Давайте-ка поделимся Арктикой, давай поделимся... Кстати говоря, вот она об Арктике сказала, да, чтобы вы знали, Америка до сих пор не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, на основании которой мы передали норвежцам свои территории, Медведев, несколько лет тому назад. Было, было. И в секторах, так называемые, решили объявить общим наследием человечества. Ни одна арктическая пятерка, Канада, Америка и так далее, ни одна этого не сделала. Это что же такое? Вот вдруг такая наивность святая у политика проснулась, давайте-ка поделимся Арктикой. То есть вот таких людей все-таки можем считать... Таких людей надо считать умные, необоснованно, говорят, понимая, в чем суть дела. Хорошо, слушаем... Ну, мы сами не можем оставить, давайте отдадим. Ну, милые мои, так когда-то мы станем сильными, когда-то сможем. Ну да. Давайте-ка не будем хотя бы территориями... Отдавать легко. Не вами нажать-то. Собирать сложно. Слушаем звонок очередной, да. Алло, алло, Александр. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, да. Можно Леониду Гозманову? Можно, конечно, да, Леонид Яковлевич слушает внимательно, да. Я с господином Гозмановым согласен, что мы в первую очередь сами виноваты во многих своих неврядицах. И все прочие государства наши очень некачественные, плохо работают. У меня только господин Гозмановый вопрос. Вот он представляет Союз права и сил. А где он работает? Можно меня назвать? Спасибо. Леонид Яковлевич, где вы работаете? Вам намекают на нанотехнологии. Да, разумеется, я работаю в фонде перспективы. Вот. Леонид Яковлевич больше не работает в нанотехе. А что за фонд перспективы? А что за фонд перспективы? Ну, есть такой фонд перспективы, но вы пригласите меня. Я вам отдельно расскажу. Ладно, хорошо. Не аналитическая такая структура. Хорошо, да. Все, да. Ответили на вопрос. Ответили на вопрос. Вот смотрите, ситуация на Украине. Вот посмотрите, что мы наблюдаем в последнее время. Мы, пытаясь защитить собственные интересы, имеем на это полное право. Абсолютно. Мы предупреждаем киевские, украинские власти о том, что мы предпримем те или иные шаги, если они подпишут договор об ассоциации с ЕС. В итоге они принимают решение этот договор не подписывать, по крайней мере, пока нас тут же обвиняют в каком-то давлении. Хотя даже если это давление, мы имеем на это право точно так же, как и американцы имеют право на достижение собственных целей, там, на торжество своих национальных интересов, разворачивая какие-то позиционные эшелоны про, да, где-то там в Европе. Или подходя к границам через блок НАТО. Но почему те же самые люди, которые нас обвиняют в каком-то давлении, не стесняясь выступают на митингах оппозиции в том же самом Киеве, возглавляют колонны митингующих и призывают там к чему угодно, но только не к тому, чтобы Украина повернулась, не дай бог, в сторону России хотя бы на чуть-чуть. Это разве не игра в одни ворота, Леонид Яковлевич? А вспомним, вот секундочку, а вспомним, посмотрите, что происходит. Вначале принимают какие-то законы, допустим, Соединенных Штатов под названием Акт Магнитского, да, но когда Россия пытается ответить на эти законы, нас обвиняют в том, что мы там младенцев едим на завтрак. И так далее, и так далее. Вот все время как это игра в одни ворота. Смотрите, смотрите, три вещи скажу быстро. Первое, значит, первое, даже четыре. Первое, на давление имеют право все, с моей точки зрения. Все, и мы, и американцы, и кто угодно. Я на вашей передаче имел возможность сказать, что я вообще не вижу здесь ничего плохого. Давят и давят. Нормально. Было. Второе. И вы даже сказали, что это можно считать победой России и даже президента Путина. Именно победа Путина, потому что Путин сказал, я не хочу, чтобы они подписывали, и они не подписали. Кто победил, победил тот, тот сказал. Нормально. Другое дело, надо было нам, чтобы они не подписывали. Не надо, это другой вопрос. Значит, второе. Значит, колонны протестантов, протестующих в Киеве, все-таки возглавляют украинские политики, а не какие-либо еще. Ну, не надо искажать. Не-не-не, так оно и есть. Но во главе колонн идут вместе с украинскими политиками различные товарищи, представляющие европейские институты. Если мы хотим, если мы хотим, если мы хотим, чтобы Украина... А представьте теперь наших политиков в Европе, вдруг в Лондоне... Я выступал в Белоруссии. Да, или, например, помните это движение Уолл-стрит, да? Ну-ка, давайте-ка туда Путина или Медведева во главу этой колонны. Вы представляете, что это было? Я представляю. Я представляю и не просто представляю. Теперь, насчет адекватного ответа на Магнитского. Значит, я хочу сказать, что список Магнитского, я не знаю, правильно или неправильно было его принимать, касается конкретных чиновников, отвечающих за конкретные правонарушения с точки зрения Соединенных Штатов, да? Мы в ответ, мы в ответ, мы не съели детей, но мы не выпустили детей, которых не хотел никто усыновлять здесь, и часть из них уже умерла, потому что их убила Государственная Дума, которая приняла этот идиотский, аморальный, преступный, с моей точки зрения, закон. И самое главное, самое главное, насчет врагов, друзей и так далее. У нас есть проблемы у страны, и некоторые из этих проблем надо решать вместе с другими странами. И главная проблема нашей страны, которую надо решать вместе с другими странами, как мне кажется, это не экономическая, это проблема безопасности. Это проблема безопасности. У нас есть на планете структуры, прежде всего негосударственные структуры, которые абсолютно безумны, совершенно безумны, которые ненавидят современную цивилизацию и которые готовы взрывать дома хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке, хоть в Лондоне, где угодно, которые просто ненавидят современную цивилизацию, для которых человеческая жизнь не стоит вообще ничего. Вот эти люди предельно опасны, потому что они не жалея... Очень трудно воевать с человеком, сдержать человека, который готов умереть, да? Вот если он готов умереть, так вот с этими людьми мы должны бороться вместе с цивилизованными странами. Это и есть наш главный национальный интерес. Хорошо. Все правильно. Абсолютно правильно. Я тоже очень коротко реплику ему скажу. Как бывший детдомовец, Леонид Яковлевич, я считаю, что своя страна, во-первых, детдомовцев не должна плодить и уж как минимум должна позаботиться о их здоровье. Это точно. Это абсолютно здорово. Мы не позаботились, но не дали позаботиться о других. Ну самое плохое, давай будем отдавать на Запад, еще продавать за 50 тысяч долларов, как там говорили. Как раз не в этом проблема. Проблема государства, нужно позаботиться о своих детях самим, а не уподобляться африканским странам и отдавать за деньги их в другие страны. Это раз. Второе. Я с вами абсолютно согласен. Потому что наши проблемы, это наши проблемы. И решать их нам нужно. Не искать даже врагов. Уж хотя бы внутри страны с политиком договариваться. Садиться. Да, мы их не перевоспитаем друг друга. Но, по крайней мере, у нас есть шанс для того, чтобы, осознав те опасности, которые перед нами стоят, идти дальше. Все хорошо. Спасибо всем, друзья. У нас 25 секунд. Я хочу сказать, что, конечно, да, вначале нужно навести порядок внутри, потом справляться там с врагами внешними или внутренними, в том случае, если они у нас реально есть и реально обнаружатся. Теперь результаты голосования. Опросы Левада-центра просто отдыхают по сравнению с нашими. Потому что наши слушатели 88,89, то есть 89% наших слушателей проголосовало за то, что у России есть враги, внешние или внутренние, и всего-навсего 12-11% считают, что этих врагов нет. Спасибо еще раз всем. Встречаемся на Финам.ФМ через неделю.